МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ-21+. Для вас работает Юрий Монаков. Российские власти хотят создать регулярное морское сообщение со Шпицбергеном, на котором, согласно особому статусу архипелага, Россия ведет хозяйственную деятельность. В Москве заместитель председателя правительства страны Юрий Трутнев провел заседание комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене. В нем принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Так, головная российская компания на Шпицбергене по добыче каменного угля за последние годы в разы нарастила его экспорт через Мурманский порт. На заседании представили новое направление деятельности предприятия. Организации предлагается обслуживать и ремонтировать рыбодобывающие суда в Баренцбурге. Отдельно обсуждался вопрос развития научно-исследовательских и научно-образовательных направлений. Речь о создании на Шпицбергене Международного центра по вопросам взаимодействия с научно-образовательным сообществом из дружественных стран. Никакие полученные Россией права и преимущества не должны быть уменьшены или ущемлены. Ни одного шага назад мы с вами сделать не имеем права. На заседании обсудили и туризм на архипелаге. Для развития этой сферы в поселках Баренцбург и Пирамида внедрили возможность оплаты товаров российским рублем и прием международных банковских карт, программу электронной долгосрочной аренды номеров в гостиницах. Также был затронут вопрос реконструкции и модернизации инфраструктуры населенных пунктов, в частности ремонта причалов и капитального ремонта жилого фонда. Мурманск попал в топ городов, куда российские пары отправляются отдохнуть на День всех влюбленных. Аналитики популярного сервиса путешествий изучили данные по авиа и ЖД поездкам. Столица Кольцкого заполярья заняла шестое место в рейтинге. Топ-10 самых популярных авианаправлений по России возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные воды. Российские пары также собираются в Мурманск, Иркутск, Самару, Тюмень, Красноярск. Среди зарубежных направлений популярны Стамбул, Алматы, Баку, Дубай и Минск. До выборов президента России осталось чуть больше месяца. В Мурманской области отдать свой голос можно будет несколькими способами с 15 по 17 марта. Председатель регионального избиркома Антон Богомолов рассказал о них подробнее на прямой трансляции. А с 17 февраля отвечать на вопросы северян будут во время подомовых обходов в рамках проекта «ИнформУИК». Проголосовать за кандидатов президента в Заполярье можно разными способами. Первый традиционный на избирательных участках, который откроется 15 марта. Второй с помощью системы «Мобильный избиратель». Он позволит сделать выбор на участке по месту фактического нахождения, а не постоянной или временной регистрации. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, территориальную комиссию или свою участковую избирательную комиссию. И мы уже второй раз будем с вами применять технологию дистанционного электронного голосования, когда избиратели нашего региона смогут проголосовать через смартфон или компьютер. Для этого тоже необходимо подать заявку через портал госуслуг. Члены комиссии отправятся и в труднодоступные районы. Там смогут проголосовать в том числе военнослужащие, сотрудники метеослужб. Возможность сделать выбор дадут и морякам в любой точке мирового океана. У нас предусмотрены участки, на которых можно будет проголосовать слабовидящим избирателям. Для этого специально предусмотрены машины для аудиовоспроизведения той информации, которая есть о кандидатах, которую мы стандартно с вами читаем с информационного бюллетеня. А тут будет аудиовизуальное воспроизведение. Мы печатаем документацию с шрифтом Брайля для слабовидящих людей. Почти все участки оборудованы специальными пандусами. И на каждом почти участке будут находиться волонтеры. 17 февраля по всей стране стартует проект «Информ УИК». Члены участковых избирательных комиссий будут совершать поддомовые обходы и отвечать на все вопросы северян. Гости будут одеты в брендированную одежду. У них будет при себе удостоверение, паспорт, бейдж и специальный планшет. Больше 15 тысяч человек уже сделали свой выбор в рамках программы «На севере твой проект». До завершения голосования остается неделя. На портале «Наш север» опубликованы инициативы жителей области. Это детские и спортивные площадки, парки, корты и экотропы. Каждый может отметить одну. Те, что набрали большее число голосов, будут реализованы в первую очередь. На это направлено 150 миллионов рублей. А этим летом воплотят идеи победителей конкурса прошлого года – 100 проектов на 200 миллионов. Тем временем жителям нескольких мурманских деревяшек почти неделю приходится обходиться без воды. Северяне не могут помыть посуду, постирать вещи или элементарно воспользоваться туалетом. На жалобы аварийная служба отвечает, что передали заявки в управляющую компанию, но до сих пор стояки остаются не разморожены. Ну, обидно. Сейчас в себя приду. 80-летний Тяфик Амирханов бороздил моря 30 лет. Побывал практически во всех точках мирового океана и всю жизнь любил водную стихию всей душой. Однако в собственной квартире старый моряк ее благосклонности оказался лишен. Днем 9 февраля, повернув кран, вместо журчания воды услышал звенящую тишину. В 5 утра встаю, воду сразу открываю, а течет нормально. Ну, как нормально, еле-еле текло, но течет. Ну, я думаю, в 5 утра, тут в 6 уже люди встают на работу, туда-сюда, думаю, нормально будет все. Ну, и лег, и уснул. В 112 встаю, проверяю опять сразу кран, потому что знаю, холодно, может замерзнуть все прочее. Нет воды. На жалобы аварийная служба ответила, мол, направим специалистов. Но время шло, а стояк так и оставался замороженным. Пенсионеру приходится просить воды у соседа. Живет он один, ближайшие родственники за пределами Мурманской области. Я сам не могу, рука болит, ноги болят. А неудобно обращаться, тем более я снисляюсь. Ну, обхожусь так пока еще. Вот, чистая вода, там и ведро, бумагой накрыто. И все больше в туалет уходит. От проблем Тяфик Салахеевич старается отвлечь себя любимым делом. Собирает модели кораблей, а в перерывах пытается дозвониться до управляющей компании. С проблемой замерзшего стояка столкнулись жильцы дома на улице Полухина. Здесь нет воды аж с 8 февраля. И до сих пор нет никакой речи о подвозе жидкости. Горы немытой посуды и Катальоню пришлось оставить дома и переехать на время к родителям. Виталий Артемьев, житель одной из квартир, сетует. Сейчас там невозможно ни вещи постирать, ни приготовить еду. Самое главное, когда приходишь домой, отсутствие туалета. И так как туалет не работает, канализация тоже на стопе, все зловоние идет наверх. Оба дома обслуживаются управляющей компанией «Комфорт». За ответами мы отправились к ним в офис, но визиту телевидения сотрудники не были рады. Госжилстроенадзор на вопросы жильцов ответил охотнее. Оказывается, оборудование, с помощью которого отогревают розлив, вышло из строя. Работу продолжат лишь после закупки нового. Но когда именно это произойдет, вопрос открытый. Элина Шагенова, Даниил Пугачев, ТВ21+. В Мурманске состоялся круглый стол по актуальным вопросам переобучения и трудоустройства участников СВО. В обсуждении приняли участие депутаты, представители профильных министерств и ведомств, общественники и бизнесмены. Они обсудили существующие образовательные практики и алгоритмы взаимодействия между чиновниками в сфере помощи военнослужащим и их семьям. Потребность в профессиональном переобучении участников СВО, проблемы трудоустройства и пути решения – основные темы на повестке круглого стола. В штабе общественной поддержки собрались профильный министр, руководители образовательных организаций, представители Фонда защитники Отечества и социальных служб. Идея собрать экспертное сообщество возникла во время личных приемов граждан. Когда на этой площадке присутствуют представители разных уровней власти, есть полная уверенность, что ни одно предложение не останется без внимания. Будь то необходимость именно здесь, на месте в регионе, что-то подкорректировать, либо это будет необходимость внесения изменений в законодательные документы. В Мурманской области ведется комплексная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. В регионе сформирована масштабная система социальной защиты и помощи. Так, за 8 месяцев работы регионального фонда защитники Отечества специалисты филиала решили больше 3000 запросов от северян. Активно взаимодействуют с бойцами, вернувшиеся с фронта и Центр занятости. В прошлом году в службу занятости обратилось 22 человека, из которых 4 были официально трудоустроены. Один человек открыл самозанятость при содействии службы занятости. 7 человек до сих пор являются безработными, с ними проводится работа. В планах провести ярмарку вакансий для участников СВО, разработать способы информирования об актуальных вакансиях, организовать работу с региональными предпринимателями и обсудить квоты для работодателей. Мы готовы сегодня подхватить любую жизненную историю для того, чтобы ребят вывести именно в тот жизненный тонус, поддержать их в непростое время становления сегодня в мирной жизни для ребят. Как отметили участники «Круглого стола», регулярные встречи помогут наладить работу между различными ведомствами и точечно оказывать поддержку бойцам и их семьям. Все принятые решения планируют внедрить уже в ближайшее время. Кирилл Грепеняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Новым докторам, которые будут работать в Манчегорске, вручили ключи от квартир. Правительство Мурманской области решает кадровые вопросы региона в партнерстве с Нурникелем. Одна из мер поддержки медицинских работников – обеспечение служебным жильем. Педиатр, акушер, гинеколог, хирург, стоматолог, отариноларинголог – и это лишь часть врачей, которые трудоустроены в Манчегорске медучреждении во второй половине 2023 года. Ключи от подготовленных для жизни квартир получили медики, которые прибыли в город по земской программе. Квартиры принадлежат муниципалитету. Ремонт – это идет там как соглашение, то есть денежные средства, которые будут выделены, ремонт осуществлен, укомплектован из данных квартир. Но квартиры также остаются принадлежать муниципалитету. Ну и в рамках, как оговорено, медики будут находиться здесь, работать на нашей территории. У некоторых уже есть полюбившийся наш муниципалитет, город Манчегорск. Мы в дальнейшем они будут проживать, но и по возможности переводить их в свою собственность. Ремонт квартир для медиков – один из пунктов соглашения Нурникеля с правительством региона. Поэтому и ключи вручали вместе. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, депутат Государственной думы Татьяна Кусайко, представители городской власти и Кольская ГМК. Предусмотрена трехлетняя программа по финансированию ремонта жилья для врачей Манчегорской ЦРБ, Манчегорской стоматологической поликлиники и Печенской ЦРБ. Средства действительно там достаточно серьезные предусмотрены. И вот мы уже видим первый результат этой программы. Это, на мой взгляд, самый главный результат – это не отремонтированные квартиры, а то, что в каждую квартиру заселился новый молодой или немолодой специалист. Очень отрадно, что это специалисты первичного звена, поскольку дефицит кадров больше выражен именно в поликлиниках или в амбулаторной службе, если говорить про поликлинику стоматологическую. Поэтому очень приятно, что это действительно дошло до реальных дел. Кольское заполярье для жизни и профессионального роста выбрала стоматолог-терапевт Елизавета Легких. Штат стоматологической поликлиники в Манчегорске теперь полностью укомплектован. Замечательная квартира с уютным ремонтом, с техникой, которую нам бы пришлось бы самостоятельно покупать. А тут мы приезжаем, мы все готовы. И также еще подъемные, которые на самом деле для молодых семей, для молодых специалистов – это очень важный аспект. Для начала новой жизни, для создания семьи, для того, чтобы здесь остаться. В квартирах выполнен качественный ремонт. Они оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Все самое необходимое есть, все прекрасно в рабочем состоянии, все новое. И это очень большое подспорье для начала профессионального пути, потому что 50% проблем, связанные с обустройством быта, они сразу же улетучиваются. И ты больше акцентируешь внимание на своей работе. Привлечение медицинских кадров в регион и создание комфортных условий труда – одна из ключевых задач плана на севере жить. При поддержке нурникеля в городе Металлургов в этом году планируется отремонтировать еще как минимум 6 квартир для медицинского персонала. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Мончегорск. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции 400-870, присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше от минус 15 до минус 17 градусов. В Умбе от минус 14 до минус 16 – снег. В полярных зорях до минус 20 градусов – переменная облачность. В Апатитах минус 19 градусов – без осадков. В Кировске минус 13 – минус 15 градусов. В Кавдоре до минус 19 градусов – без осадков. В Мончегорске минус 21 градус – осадков не предвидится. В Лавозере минус 24 градуса – без осадков. В Оленигорске минус 20 – минус 22 градуса – переменная облачность. В Никеле минус 14 градусов – без осадков. В Заполярном минус 13 – минус 15 градусов – осадков не предвидится. В Североморске минус 14 градусов – без осадков. В Мурманске минус 13 – минус 15 градусов. Это были новости на ТВ21+. Для вас работал Юрий Монаков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин